Крепкие зубы и крепкие нервы на всероссийских соревнованиях в Самаре скрестили зубные щетки врачи-гигиенисты. Профилактика кариеса и болезни десен. Это как раз к ним. По новому стандарту такие специалисты должны быть в каждой стоматологической клинике. И они есть, только пока сидят без работы. Почему, выясняла Марина Низамова. О том, что такое кариес, россияне узнали еще на заре 90-х из рекламы. Теперь фторсодержащие пасты и навороченные щетки есть почти в каждом доме. Но статистика по-прежнему не утешает. 80% 12-летних детей уже больны кариесом. А к 15 годам здоровыми зубами может похвастаться только один подросток из 10. Причем с кариеса и начинаются все опасные заболевания полустирта. Многие уверены, виновата газировка, сладости, современная еда. А значит, с кариесом вроде как ничего уже не поделаешь. В России наблюдается эпидемия кариеса. Мы об этом не говорим, потому что россияне привыкли болеть кариесом. Например, в скандинавских странах у 20-летних взрослых нет кариеса. В скандинавских странах финский университет периодически привозит студентов, стоматологов в Питер показывать, как выглядит кариес. Первое и самое важное – это профилактика. Этим и занимаются врачи-гигиенисты. В нашей стране они появились совсем недавно, но уже невероятно востребованы. По новому стандарту такой специалист теперь должен быть в каждой зубной клинике. Сейчас готовят их только в медицинском университете. Хотя во всем мире это человек со средне-специальным образованием. Сделать гигиенистами. И мы сделали гигиенистами. По Самаре сейчас работает 45 человек, а по области работает 25 человек. А в принципе нам нужно, наверное, 500 человек. Соревнуются за звание лучших гигиенисты из Самары и Тольятти на кону. Возможность представить регион на всероссийском уровне и выиграть стажировку за рубежом. А значит получить самые актуальные знания. Было бы где применять. Люди попросту не идут на плановые проверки. Ждут, пока боль станет нестерпимой. По словам специалистов, осмотры, профессиональная чистка зубного налета позволит избежать любых проблем с зубами. Мы решили пройти эту процедуру и узнать, насколько болезненна такая профилактика. Первым делом специалист оценивает гигиеническое состояние полости рта. То есть, как в рекламе, вам намажут зубы красителем и посмотрят, есть ли налет. Дальше его удаляют ультразвуком, специальным аппаратом Аэрофлоу, а затем и профессиональной пастой. По ощущениям, такая процедура не больнее, чем обычная утренняя гигиена. И, конечно, не сравнится с любой зубной болью, особенно от сверлобор машины. Еще один плюс – после очищения от налета улыбка становится белоснежной. Ну что ж, проверено на себе. Это не больно, не страшно. Занимает всего час времени. И проходить эту процедуру нужно лишь раз в полгода. Это чтобы потом не мучиться с зубами вообще. Лучшего специалиста выберут только завтра. Но попасть на прием и почистить зубы можно в любой день по полюсу ОМС. Белоснежная улыбка вам гарантирована абсолютно бесплатно. Марина Низамова, Александр Дудко. Новости губернии.